Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные обучающие видео. В прошлом году вы меня спрашивали, Глеб, кто такие эти самые гитарные фунфурья, о которых ты неоднократно ведешь речь в своих видео? Сегодня я нахожу логичным удовлетворить ваше любопытство, потому что к контенту полезному я совершенно не способен из-за прошедших недавно новогодних праздников. В голове хуй знает что, пальчики не двигаются, так что, как я уже сказал, полезного от меня ждать ничего не следует. А вот порассуждать о всякой хуйне, сколь угодно. Так что, приступим. Для начала давайте определимся с тем, кто такой сомелье. Конечно, я уверен в том, что каждый из вас об этом знает, но на всякий случай напомню. Итак, приходите вы, например, в ресторан, делаете заказ, и тут подваливает к вам респектабельного вида мужчина и бархатным баритоном вещает. Осмелюсь довести до вашего внимания, что к заказанной вам не шаверме идеально подойдет классический портвейн под номером 777. Рекомендую обратить внимание на данную позицию. Вот это и есть сомелье. Это самый главный специалист по вину. Также вы можете найти гитарных сомелье, как я их шкодливо называю, например, в гитарных магазинах. Приходите, только рот открыли, а он вам уже вещает к данному сорту дерева. Идеально подходит вот этот звукосниматель. Их можно найти в гитарных магазинах. Они могут писать статьи в гитарные журналы, вещать на радио ТВ и так далее и тому подобное. Также бывают гитарные сомелье и любительского уровня, диванного, так скажем. Они покупают гитары для себя любимого, играют и обсуждают тонкости и нюансы их звучания с себе подобными. Я иногда очень дерзко их называю гитарными фунфурье. Кто такие фунфурье, вы можете назвать... Фу, блядь, ебаный Новый год. Вы можете узнать на канале у Дениса Дыркина. Там он хохмит на тему того, как можно смешивать всякие там жидкости от подсливости ног с одеколонами и так далее. Ну, в общем, все по Ерофееву. Так вот, недавно британские ученые разработали уникальный тест, который с вероятностью 100% позволяет выявить гитарного фунфурье. Если вы положительным образом отвечаете на один из следующих пяти пунктов, то знайте, что вы являетесь гитарным фунфурье. Я предлагаю вам прямо сейчас этот тест пройти, либо протестировать его помощью кого-нибудь из ваших друзей. Итак, пункт номер один. Гитарный фунфурье хорошо знает, чем отличается одно дерево от другого в плане звучания. Для него пропасть лежит между звучанием красного дерева и, например, ольхи. И через эту пропасть просто так, понимаете, без пол-литра не перешагнуть. Если вы сделали гитару из красного дерева, то она будет звучать у вас, как гитара из красного дерева. Какие бы вы звукосниматели туда не ставили. Потому что основа звука это, конечно, сорт дерева. И, конечно, не только сорт, а именно как оно просушено, в каких условиях сушилось. А если еще и по нему устучал пальцем Пол Ридсмит, то, конечно же, это идеальное дерево для того, чтобы делать из него электрогитару. И звучать оно будет так, как никакому другому дереву и не снилось. Пункт номер два. Гитарный фунфурье четко может отличить по звуку конструкцию гитары. Например, гитара бывает с болченым грифом, вклеенным или сквозным. И болченый и сквозной это два полюса на, так сказать, гитарном звуке, между которыми лежит все остальное. То есть, например, с одной стороны это у нас бескомпромиссная атака, но жертвуем при этом сустейном. А с другой стороны это сустейн длиную в жизнь, но, к сожалению, замыленная атака. Вот досада. Ну, кроме того, гриф бывает еще вклеенный, то есть посерединке, это золотая середина, как говорится. Можно еще рассуждать на тему того, как окантовка влияет на звук гитары. Вот я говорил про Пол Риттсмита, так вот не зря же он не делает окантовочку на многих гитарах, потому что она плохо сказывается на звучании гитары. Гитары закрепощает колебания деки, понимаете? Топ, какой топ это очень сильно влияет, сколько кусков образует деку, тоже очень сильно. А если дека из одного куска, это, это, понимаете ли, нехуй собачий, гитара будет звучать великолепно. Ну и все в таком духе. Пункт номер три. Гитарный фунг фурье знает, какие составляющие гитарного звука являются визитной карточкой той или иной фирмы, того или иного бренда. То есть, например, во всем море, которое является собой многообразие гитарного звука, выделяются, например, такие маятники, Глеб, ты охуел, маяки, такие маяки, как гибсон, фендер, там, например, и спи, и звук гибсона ни с чем другим нельзя спутать. Или звук фендер, ну, господи, до любого состояния может упиться гитарный фунг фурье, но он никогда не спутает на любой самой плохой записи звук гибсона со звуком фендера. Потому что это два эталона гитарных звука, которые представляют собой противоположности. Это как ин и ян. Ну и дальше все остальные фирмы, например, злой звук у и спи, там, добрый, еще какой-нибудь другой фирмы, им виднее. Итак, пункт номер четыре. Для гитарного фунг фурье нет сомнений в том, что чем дороже гитара, тем лучше она звучит, и тем она надежней и играбельней. Например, гитара за 100 тысяч в два раза лучше по звучанию, чем гитара за 50 тысяч, и в 100 раза лучше, чем гитара за 1 тысячу рублей. Ну, я так, конечно, смеюсь, но для гитарного фунг фурье это не прилежит обсуждению, что дорогая гитара звучит хорошо, а дешевая звучит плохо. Что на дорогой гитаре использованы только самые лучшие, дорогие комплектующие, и конструкция ее такова, что даст вам непревзойденное удобство в игре, а дешевая гитара всеми этими качествами не отличается. Пункт номер пять. Для гитарного фунг фурье очень важным показателем является страна-изготовитель. Я сейчас для краткости назову только четыре самые главные страны. Это США, Япония, Корея и Китай. Естественно, гитарный фунг фурье назовет США как ту страну, в которой делаются самые лучшие электрогитары. Пытаются догнать США японцы, однако у них, конечно же, это не получается. Это очень легко заметить по тому, сколько стоят американские гитары, а сколько стоят японские. Недаром те, у кого не очень много денег, но зато очень много понимания в гитарном звуке, охотятся за б.у. японцами. Они не так дороги, но качество гитар почти такое же, как у американцев. Пытаются догнать японцев к корейцам. Хотя, конечно, пока что не так успешно. Они молодцы, делают свою работу добросовестно, но пока что это даже не японцы, я уж не говорю об американцах. Ну, и, конечно, под занавес Китай. Ну, это полное говно, естественно. Играть на Китае, это себя не уважать. Если уж брать Китай, то только самый дорогой, самый брендовый каких-нибудь известных фирм. Например, это должна быть какая-нибудь фирма типа Fender, которая там делает Squire. Вот это, ну, хода бедно на гитару будет что-то похожее. А уж просто китайские гитары, это, конечно, пугало огородное, а не инструмент. Так считает гитарный фунфурье. Так вот, напоминаю, это были пять пунктов. И если с этими, хоть одним из них, соглашается респондент, то он гитарный фунфурье. Предлагаю провести этот тест по отношению к самому себе или к своим друзьям. Различься таким образом. И теперь наступает минутка агитации. Подписываемся на мой канал, жмем теребоньку, ставим лайки-хуяйки, комментируем. Может быть, у вас еще есть какие-то пункты, которые бы вы хотели добавить к этому списку. Может быть, британские ученые не все предусмотрели. Несмотря на их высочайший интеллект. Я вас всех люблю, целую. Да пребудет с вами етицкая сила. Пока!